Итак, тема сегодняшнего вебинара – задание высокого уровня сложности 18.21 в ЕГЭ по истории 2024 года. Вебинар проведет Роман Викторович Пазин, кандидат исторических наук, преподаватель истории, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты в электронном виде отправляются автоматически, также по завершении вебинара, на вашу электронную почту. Уважаемые коллеги, еще раз хочу напомнить о корректности заполнения анкеты при регистрации на вебинар. Дело в том, что все данные для вашего сертификата автоматически подтягиваются из анкеты, которую вы заполняете при регистрации. Фамилию, имя, отчество – все это обязательно прописывайте вот в таком порядке. Конечно, не забывайте обращать особое внимание на адрес электронной почты, потому что при наличии ошибок и опечаток в ней, как вы понимаете, сертификат своего хозяина не находит. Уважаемые коллеги, я надеюсь на вашу активность, тема актуальная, поэтому все вопросы лектору, пожалуйста, адресуйте в чат. Вот я вижу фамилии наших постоянных участников, это очень радует. Ну и приглашаю присоединиться к нам нашего лектора. Роман Викторович, мы вас ждем. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим по заданиям высокого уровня сложности, то есть на ЕГЭ по истории, в частности, это задания 18, 19, 20 и 21. Разберем, какие особенности есть оценивания, поговорим, как к ним можно подготовить, на что нужно обратить внимание, потому что до экзамена у нас осталось не так много времени. Итак, относительно задания 18. Уважаемые коллеги, обратите внимание, что оно нацелено на проверку умения устанавливать причины следственной связи. Я специально взял демоверсию, чтобы показать именно, как оно оценивается. То есть, понятно, разбирать его я не буду, мы разберем другие задания. Лишь по структуре обращу внимание на задание, потому что в этом году в нем произошли определенные изменения, в частности, детализирована структура. То есть, если раньше от ученика требовалось написать три причины или три последствия события, то в этом году, вы видите, разработчики детализовали это в подпунктах А, Б, В. И, собственно, композиция задания может состоять из того, что могут спросить как три причины с указанием конкретно чего, в каком аспекте нужна причина. Могут спросить три следствия, а могут комбинированные варианты быть. Скорее всего, они будут на реальном экзамене в основном комбинированными. То есть, когда спрашивают и причины в какой-то области, и последствия, опять же, тоже применительно в какой-то области. Это задание не нацелено на проверку элементов всеобщей истории целенаправленно, потому что многих испугал пункт В. Вернее, в пункт В, да, про политические последствия восстания для царства польского, вернее, под пункт А, да, и причина восстания, связанная с влиянием политических событий в других странах. То есть, это не специальным образом, это в явном виде написано в учебниках, которые допущены министерством для основной школы. Поэтому, конечно, там можно это найти ученику и сформулировать этот ответ. В прошлом году по статистике выполнения задания мы видим резкое снижение результативности, поэтому, конечно, этому заданию необходимо уделить повышенное внимание. Также обратите внимание на критерии оценивания. То есть, за каждую причинно-следственную связь, которую требуют под условием, нужно сформулировать, ставится один балл. То есть, при этом есть указание, что элемент засчитывается только при условии отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной. То есть, не нужно допускать ошибок ни в фактах, ни писать ни две причины, связанные с влиянием политических событий в других странах. Нужно написать одну. Если он напишет две, но правильных, то все равно засчитает. Но лучше не рисковать, потому что, если будут дополнительные сведения, которые неверные, то есть не относятся к условию задания, то эта формулировка, этот пункт не засчитывается. И балл не ставится. Ну, собственно, вот изменение, которое есть. Теперь, собственно, давайте посмотрим примеры. То есть, примеры могут быть, опять же, разнообразны. Могут быть по достаточно классическим событиям, связанным, например, с крещением Руси. И очень важно ученику именно обратить внимание на характеристики, связанные с условиями задания. То есть, что конкретно спрашивают. В частности, почему выбрали греческий, византийский обряд, то есть именно греческий. То есть византийский, а не, например, католический. То есть здесь могут быть разные, на самом деле, причины, как вы понимаете, сформулированы. Но вот на это нужно обратить внимание, что очень важно прочитать, что спрашивают. Причину, следствие и в какой области конкретно. Ну, например, что были у нас тесные связи с Византией, экономические, культурные. То есть это в эту область можно пойти. Можно еще рассудить, например, что конкретно Владимир, да, то есть был под влиянием, опять же, премьера своей бабки, да, то есть Ольги, княгини, собственно, которая тоже принимала уже личное крещение, да, то есть в Византии. То есть вот эти связки, они могут быть разные. И в любом случае мы принимаем любую, если она подходит под условия задания. Дальше, обратите внимание, последствия в сфере культуры, да, то есть, ну, опять же, это связано, конечно, с письменностью, это связано с появлением книг, это связано с принятием церковной архитектуры, развитием церковной архитектуры и так далее, и так далее. И внешнеполитическое последствие, ну, здесь, конечно, нужно конкретный факт указать, да, то есть, например, что, да, укрепился международный авторитет Руси, но через что он выражался, да, через династические браки, например, князии с христианскими народами или с христианскими правителями других стран. Это вот такое, ну, достаточно простое задание, да, могут быть, конечно, более сложные задания, в частности, да, и что вот Иван Калита был там князем в Москве, ну, указаны какие годы, да, и укажите, собственно, последствия его политики для московского княжества в сфере религии, последствия его политики в сфере экономики и политические последствия его деятельности, да, то есть, вот тут надо уже читать формулировку. То есть, потому что, как мы понимаем, они могут быть, опять же, разные, да, то есть, ну, тут, наверное, внешнеполитическое последствие, можно сказать, под пункт В. Давайте посмотрим, да, то есть, что можно написать в качестве формулировок, да, ну, на второй пример, потому что первый я, по сути, проговорил. Понятно, нужно припомнить ученику факт, связанный с тем, что именно в правлении Ивана Калиты, по сути, был перемещен религиозный центр из Владимира в Москву, да, то есть, митрополит переехал, перенес свою резиденцию, тем самым Москва стала духовным центром. То есть, вот здесь очень важно ученику не просто голословно так написать, да, что Москва стала духовным центром, а в чем это выражалось, то есть, подтвердить это конкретным историческим фактом. Тогда данная причина, следственная связь будет, естественно, принята, да, то есть, потому что факт мы берем из правления Ивана Калиты и показываем его долгосрочные последствия, которые выходят за рамки правления Калиты. Второе, да, для экономики. Московские князья стали посредниками при сборе Дани Ардынскому хана, что позволило увеличивать собственные средства, да, то есть, и развивать княжество. Ну, то есть, это будет тоже очевидно, то есть, за счет чего у них появлялись следующие, причем, обратите внимание, московские князья, то есть, имеется в виду, что не только Калита, но и последующие князья, потому что нам нужно последствия, да, последствия должны выйти за рамки непосредственно правления Калиты. Ну, и, как политический военный противник, Тверь была ослаблена, ну, это мы, если говорим о внешнеполитическом последствии его деятельности, то есть, поскольку в 1327 году московские князья, да, получили дерлык, и практически, то есть, здесь тоже очень важно аккуратно писать, что постоянно, почти постоянно им владели, да, потому что, если ученик напишет, что постоянно, да, то есть, там были периоды, когда московские князья на время, на очень продолжение, время теряли из своих рук ярлык, ну, вот эксперт может придраться и не засчитать, поскольку будет, ну, небольшая, но все же такая ошибка историческая. Ну, давайте примеры, да, еще посмотрим. Ну, конечно, когда разбираем мы с учениками какие-то большие события, причем, понятное дело, что умение выстраивать причин следственной связи базируется на умениях основной школы. Мы там уже должны начинать работу по формулированию причин и формулированию последствий. Ну, опять же, изучая смуту, конечно же, мы говорим об экономических причинах смуты и о ее последствиях, причем обратите внимание, что последствия могут быть как для внутриполитической ситуации, так и территориальные изменения России. Дальше. Да, то есть, ну, какие экономические причины, да, то есть, ну, это, понятное дело, связано с кризисом Ливонской войны, опричниной, что увеличило эксплуатацию крестьян, неурожай 1601-1603 года, который привел к голоду. Ну, собственно, это у нас и привело к росту социальной напряженности. Если мы говорим о последствиях, то для внутриполитической ситуации они не обязательно могут быть отрицательными, да, это связано с появлением, например, достаточно написать новой династии, да, или, например, можно взять, что увеличилась временно, возросла роль земских соборов, это тоже может быть принято, потому что, ну, мы говорим, вот это очень важно, да, что последствия должно быть после окончания. И, наконец, последствия муты связаны с территориальными изменениями в России, да, ну, здесь очевидно, да, что Россия потеряла земли, но здесь надо, конечно, написать не просто, как я и на земле потеряла, но и, например, что она потеряла выход к Балтийскому морю, то есть, что это имело, да, экономические потери, да, для России в будущем, да, ослабило ее связь с Западом, ослабило внешнюю политическую, ну, внешнюю торговлю, ну, то есть, вот здесь, ну, конечно, очень важно, ну, уделить внимание формулировке, чтобы показать, особенно вот проблема будет с последствиями, да, что выйти за границу, да, но здесь, конечно, спорно, да, как мы ставим границу с муты, да, то есть, то ли это 1613, то ли 1618, то ли еще какой-то год, вот, но сейчас в учебниках, да, в соответствии с историко-культурным стандартом стоит 1618 годом, окончание с муты, поэтому нужно выйти за эту границу. Очень сложные, конечно, задания, связанные с 20 веком, ну, 20 век всегда представляет наибольшую сложность для выпускников, объективно, очень много процессов, и разработчики могут проверять не самые значимые факты, не самые значимые события, вернее, причин следственной связи, да, ну, например, хозяйственная реформа 65-го года, экономическая реформа Косыгина, очень важное, на самом деле, событие, да, принципиальное событие, но мы понимаем, что очень сложное для изучения учениками, да, чтобы вникнуть, какие там особенности были, плановые экономики, и что пытался изменить Косыгин с Либерманом, да, то есть, ну, например, конечно, экономическую причину, начало реформ сформулировать ученику будет легко, да, потому что, ну, понятное дело, что снижались темпы экономического роста, и в связи с этим, ну, требовалось что-то предпринять, да, для того, чтобы выйти из намечавшейся такой регресса, да, то есть, стагнации экономики, поэтому, конечно, причина была в том, что темпы роста был, рост был, да, но он все время снижался, вот, собственно, мы об этом и говорим, что поэтому было принято решение что-то изменить в экономических принципах в системе, а вот дальше, конечно, мы говорим о последствиях экономической реформы для промышленности, и мы можем здесь говорить о том, что были высокий экономический рост промышленности за годы восьмой пятилетки, потому что важно, что реформа началась в 65-м году, и мы говорим о том, что после нее, ну, как бы после этого начала реформы будет восьмая пятилетка стала золотой, да, то есть, ну, собственно, вот это мы все можем написать, сначала проговариваем, ученики потом, собственно, формулируют уже на экзамене, и бывают очень такие вот тонкости, да, и, скорее всего, они так и будут проверяться на экзамене, да, то есть, например, причину свертывания реформы связанную с внешней политикой, да, и здесь нужно ученикам вспомнить, что там не только позиция, допустим, консервативная внутри, ну, идеология влияла на экономику, да, что эта реформа противоречила тем идеологическим доктринам, которые, ну, формулировались политбюро, а именно тут, конечно, были страхи, связанные с событиями пражской весны 1968 года, да, что вот именно пражская весна напугала, да, и поэтому реформа была фактически свернута, ну, как один из факторов, понятно, здесь есть и экономические факторы, связанные с притоком нефтедолларов, да, то есть, есть политические, есть личностные факторы, ну, причина, ну, их много, да, и мы это понимаем, и вот это многообразие, да, раньше ученик сам выбирал, что ему написать, теперь нужно вот именно учитывать контекст заданий, вот этому будет самое сложное, этому научить, потому что иначе баллы ученик не получит. Ну, собственно, вот причины следственной связи, да, и мы с вами понимаем, что, в принципе, задания понятные нам, да, потому что мы, как учителя истории, непосредственно работаем только, ну, не только, конечно, но во многом и с причинами, и следствиями, поэтому, конечно, это задание нуждается именно вот в отработке именно деталей, его оценивания, да, то есть, вот показать, как оно, что принимают эксперты, что не принимают. Ну, для, потом можно просто в конце вебинара скачать, да, то есть, модельные ответы тоже у нас приведены, да, то есть, для того, чтобы мы могли себя, ну, там, с учениками разобрать эти задания. Второй тип заданий, да, то есть, это задание 19, оно проверяет знание исторических понятий и умение его использовать это понятие, термин, в историческом контексте. Посмотрите формулировку, да, которая используется на экзамене, что необходимо раскрыть смысл какого-то понятия и дальше уже, используя исторические факты, его конкретизировать применительно к истории России. При этом факт не должен содержаться в данном определении понятия, то есть, если эксперт засчитывает факт как часть, ну, раскрытия смысла определения, то балл он не ставит за факт. То есть, это важно понимать. При этом, также нужно обратить внимание на критерии оценивания, потому что факты, да, мы понимаем, у нас с вами двухпорядковые, да, то есть, ему нужно привести один факт. А что будет, если ученик приведет два факта? Если он приведет два факта, то в данном случае, если оба факта верны, то ему это будет засчитано. А если он привел два факта, один из которых неверный, то есть, мы читаем условие, что элемент второго ответа может быть засчитан только при условии отсутствия неверных позиций в этом элементе, то тогда балл будет сна. То тогда балл будет сна. Скажите, коллеги, меня слышно? Поставьте что-нибудь кто-нибудь. Ага, Елена Анатольевна, тогда вопрос перезагрузить. То есть, вы видите, опять же, статистику этого года. Статистика этого года показала, что в 23-м году, ну, произошло некоторое снижение, да, то есть, выполняемость, ну, потому что эксперты более, ну, как сказать, придирчиво подходили к оценке этого задания. Подходили к оценке этого задания. Итак, что же нужно ученику, чтобы не потерять баллы? Да, он очень железно должен представлять себе структуру выполненности верной задания, да, то есть, что ему необходимо привести термин, да, то есть, вернее, понятие состоит из термина и определения. Определение состоит из родовых признаков и видовых. Я каждый раз неустанно это говорю, да, что родовым признаком является какое-то, ну, понятие, которое объединяет некоторые категории объектов, да, то есть, и выделяет какую-то, ну, составную часть. А вот видовые позволяют однозначно определить это понятие и отделить его от других похожих понятий. Ну, например, да, мануфактура у нас традиционно, да, близка к понятию фабрики, к ремесленной мастерской и, собственно, вот, чтобы разграничить, да, то есть, нужно ввести родовой признак, да, тем самым мы выделяем фабрику, завод, да, и мануфактуру от других объектов, да, от нашего пространства, в частности, что это предприятие, да, это либо крупное предприятие, либо тип предприятия, а дальше мы вводим видовых признаков, но их должно быть достаточно для того, чтобы отделить, собственно, мануфактуру, например, да, как в данном примере указано, от завода, фабрики и ремесленной мастерской. Ну, в частности, да, должно быть указано разделение труда и ручная ремесленная техника, да, разделение труда и ручная ремесленная техника. Ну, и дальше привести какой-то факт, связанный с историей России, для того, чтобы мы могли спокойно получить второй балл, да, за использование фактологии, за использование понятия в историческом контексте. Какие правила, да, можно сказать, ну, можно выделить? Первое, да, то есть, ну, понятное дело, что определение должно представлять собой согласованное предложение и содержать родовую принадлежность понятия и его видовое отличие. Второе, под каждое, вот это, если правило выполнить, то проверить на его соответствие, то, конечно, ученик получит балл. Если нет, то великориск, великориск не получить, что под каждое определение должно подходить только одно понятие. Если под составленное вами описание, да, ну, как алгоритм ученику подходит сразу несколько понятий, ему что-то еще можно придумать, значит, определение дано неверное. Да, то есть, нужно дополнить каким-то видовым признакам, чтобы отделить, да, то есть, однозначно это понятие от похожих понятий. Дальше. В определении не должно содержаться фактических ошибок и избыточных положений, да, то есть, мы не должны еще больше осузить, да, то есть, понятия. Не должно содержать явной тавтологии, хотя опять тавтология иногда неизбежна, но стараемся ее избежать. Это понятно, да, то есть, потому что если мы сейчас вернемся к примеру Федеральным институтом педизмерения, то вы увидите, да, что они определяют закупы как человека, получившего от землевладельца суду. Но можно выделить, что это категория населения Древней Руси, да, то есть, ну, можно много тут придумать, ну, вот как бы это очень важно, да. А иногда, конечно, все же мы не сможем обойтись, потому что посетенные крестьяне, как я покажу пример, да, это понятно, что это категория крестьян, да, то есть, но наша задача, да, именно акцентировать внимание на, что это категория, вид, да, что вот это частично уже родовой признак, да, а дальше видовыми признаками в достаточной степени отличить одних крестьян от других. И тут избежать тавтологии научно, ну, проблематично, потому что, конечно, в данном случае мы спрашиваем неопределение крестьян, да, то есть, да, мы не проверяем, поэтому такое, ну, подразумеваем, что он знает это, да, поэтому его задача именно сформулировать там посетенные крестьяне или приписные. Понятное дело, что на экзамене стараются такие понятия не использовать, но в учебном процессе они нужны для того, чтобы очень четко было понимание, что такое родовой признак. Определение должно быть четким, ясным, ну, это понятно, не должно никаких быть оценок, там, двухсмысленностей, ну, то есть, это тоже правило важное. И определения не должны иметь отрицательный характер. То есть, мы не даем определение, что там посетенные крестьяне это не приписные, да, то есть, это такие крестьяне, которые не приписные. Так давать определение нельзя, потому что должны быть указаны признаки, которыми предмет обладает, а не те, которых у них нет. Ну, это, как бы, вот очень общие правила, понятное дело, но используя ее как памятку, да, ученик может действительно проверить свое определение, примет его эксперт или не примет. Вот. Ну, и необходимо обратить внимание на последнее предложение задания, в котором говорится, что приведенный факт не должен содержаться в определении понятия. Ну, вот, собственно, вот я два, так долго рассказывал, да, про избыточные софтологии, да, но в данном случае пессионные крестьяне приписные, это классический пример, когда можно пытаться сформулировать родовые понятия, да, что такое пессионные крестьяне, что такое приписные, что это виды крестьян, да, то есть, или категория населения. Дальше очень важно всегда написать, в какие хронологические рамки она действовала хотя бы веками, да, потому что это нам уже сужает, да, определение, и мы, ну, под него уже не все понятия могут подходить. Ну, а дальше, собственно, раскрыть еще какие-то видовые признаки, которые, ну, являются сущностными, ну, важными, да, то есть для определения. Ну, давайте посмотрим, да, что можно написать. Ну, в частности, мы даем такое определение пессионных крестьян, что это категория зависимых крестьян, прикрепленных для работы к фабрике или заводу, ну, понятно, с 1721 года, или введенное Петром Первым. Вот под это определение не подойдет больше ничего, да, то есть, потому что прикрепленные для работы к фабрике или заводу, да, то есть это вот уже однозначно подходит. Дальше факты, да, то есть, ну, то, что пессионных крестьян можно было покупать, то, что, да, то есть наличие пессионных крестьян там не мог продавать, закладывать и так далее, ну, то есть, ну, посмотрите, можно использовать разные формировки. Дальше, приписные крестьяне. Приписные крестьяне – это, собственно, категория крестьян, которая существовала в 18-м, первой половине 19-го века, да, то есть она составляла из государственных, дворцовых и экономических, ну, которые вместо уплаты подушной подати работали на казенных или частных заводах, то есть были прикреплены, приписаны к ним. Ну, факты, да, то есть тоже могут быть разнообразны, да, но один факт всегда, да, что они исчезли при отмене крепостного права. Еще очень часто какие вопросы бывают, да, ну, это связано с заданием 19, да, то есть, ну, с такими понятиями, как органы власти, да, земский собор, например, да, ну, или общественное движение, да, то есть западники. И здесь, опять же, вот очень важно сформулировать родовой и видовые признаки. Понятное дело, что земский собор – это орган власти, но этого будет недостаточно. Нужно указать, когда он существовал и в чем его главное значение, да, что земский собор – это сословно представительный орган, который существовал в 16-17 веках, ну, и, собственно, да, был законосовещательным, помогал царю в управлении страной, то есть это высший орган законосовещательный, да, этого будет уже достаточно. А дальше любой факт, да, что когда был первый земский собор, то, что какой земский собор избрал там какого-нибудь царя, то есть все это уже проверяет использование терминологии в историческом контексте. Западники, понятное дело, что здесь опять, вот я сейчас покажу пример, да, что это, можно сказать, что это сторонники направления общественной мысли, это группа, да, социальная, это представители общественного движения, ну, то есть очень может быть много формулировок, да, здесь не так это принципиально, главное, да, что они выступали за развитие России по западноевропейскому пути развития, вот, да, ну и факты опять могут быть совершенно разнообразны. То есть кто относился к западникам, когда они возникли, когда они существовали, ну, желательно, конечно, когда они возникли или существовали, ввести в определение, потому что это опять же сужает нам, да, использование этого определения, да, то есть мы отсекаем кучу понятий, которые могут подходить к другим периодам под это определение. Ну, несколько слов, конечно, очень хотелось бы сказать про задание 20, это в прошлом году впервые появилось, задание на проверку умения сравнивать, тоже привел пример, связанный с демо-версией, и нужно было сформулировать тезис, да, то есть обобщенное оценочное суждение ученику, да, о чем-то, очень важно прочитать о чем, и дальше на основании, да, этого высказанного собственного тезиса привести два обоснования. При этом каждое обоснование должно содержать конкретный исторический факт, да, то есть, да, то есть, вот, причем по каждому для сравниваемого объекта, то есть особенно это важно для различий, да, то есть когда вот просят, как здесь сформулировать различия. В частности, тезис, да, что в период правления Екатерины дворянство стало более привилегированным, да, если мы говорим о сравнении Петра I в положении дворянства и Екатерины II, и тезис очень важен, чтобы он вот перекликался с сутью заданий, иначе эксперта вы не принимаете, и, соответственно, сразу мы ставим, ну, ноль баллов фактически. Задание трехбальное, да, то есть если сформулирован тезис и приведено два исторических корректных обоснования полных по единому основанию, да, то тогда мы ставим три балла. Если меньше, ну, в частности, приведен тезис и только обоснование, да, ну, то два балла. Если приведен тезис и приведено обоснование, но он содержит обоснование одно, никакие-то некорректности, тогда мы ставим все равно два балла. Ну, то есть достаточно такая жесткая оценка, но тем не менее есть. Очень важно поэтому формулировать тезис. Тезис, обратите внимание, да, важен для того, чтобы проверить, насколько ученик действительно понимает, что он сформулировал и какие-то факты, да, он использует для обоснования этого тезиса. Вот, тезис всегда должен быть обобщенным суждением, да, он обосновывается фактами, в качестве фактов не принимается совокупность каких-то событий, там, одержано много побед или еще что-то, да, то есть такая вот оценка тоже. Максимальный балл три. Задание на проверку умения сравнивать может предполагать указание тезиса не только о различиях, но и сходствах. В этом случае тоже необходимо привести два обоснования, но, по сути, оно общее будет формулироваться на одном факте, да, что этот факт был и при, там, Петре, и при Екатерине Второй, да, то есть вот условно говоря, так должно быть формулироваться. Ну, мы сейчас примеры посмотрим, примеры мы посмотрим. Ну, давайте начнем с тоже достаточно различий, да, то есть статистика, кстати, выполнения 25,5%, то есть я не могу сказать, что совсем невыполнимое задание, но тем не менее, конечно, опять же, нужно начинать с основной школы, его формировать, формировать это умение, тогда мы это сможем сделать. Русская правда, да, то есть и Конституция Муравьева, что у них отличалось, да, ну, понятное дело, что решение общегосударственных вопросов, это, как бы, вот, да, что Конституция Муравьева и Русская правда Пестеля, да, там, отличались в решении основных государственных вопросов. В тезис мы сформулируем. Дальше мы приводим факты, да, обратите внимание, что они должны быть на одноуровневом порядке, да, то есть по единой логике, по одному основанию, что Конституция предполагала сохранение там ограниченной монархии, конституционной монархии, а Русская правда предполагала установление республики. Эта форма правления сравнивается, да, то есть дальше Конституция Муравьева говорит нам о, по сути, федерации, да, а Русская правда предлагала сохранить унитарное государство сильной центральной властью. То есть вот она, да, то есть формулировка, факты, да, которые позволяют однозначно интерпретировать, они подходят действительно по тезису, потому что это важный государственный вопрос, то есть это вот примется так. Бывает более хитро, да, то есть вот когда я вам про сходство, да, могу сказать, да, сходство политики Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха, да, то есть здесь очень хитро надо сформулировать, да, что при Ярославе Мудром, как и при Владимире Мономахе развивалось письменное право, и правители достигли успехов борьбы с кочевниками. То есть если мы говорим просто о сходстве политики, и вот это, кстати, очень важно, что тезис позволяет расщепить себя, да, то есть он позволяет выделить два аспекта, которые потом можно подтвердить ученику на экзамене фактами. Это важно научить, потому что, ну, это позволяет получить баллы, не потерять, по крайней мере, их, да, то есть и если мы пишем, что Ярослав Мудрый создал русскую правду, да, то Владимир Мономах там продолжил ее исправление, да, дополнил устава Владимира Мономаха, вот, логично, да, что они оба развивали право, то есть факт один, но он конкретизируется, вот как раз, да, мы видим историческими фактами, да, исправление Ярослава и исправление Владимира. Они должны быть по общей логике выстроены. То же самое Ярослав боролся с печенегами, Владимир боролся с половцами, да, то есть это мы доказываем, часть тезиса связана с борьбой с кочевниками, что они оба успешно боролись с кочевниками. Я думаю, что это тоже, ну, понятно и очевидно. Какие еще примеры можно привести, да, то есть, понятное дело, что по 20 веку очень много вопросов, ну, часто и на прошлом экзамене было сравнение, опять же, положение колхозников в период руководства СССР Сталином и в период руководства СССР. Ну, Хрущевым надо было различие написать. И задание, понятно, тезис оценочный, да, что положение колхозников было при Хрущеве лучше, чем при Сталине, а дальше нужно было доказывать, да, с помощью фактов, в чем же оно выражалось. Ну, например, да, что колхозники при Сталине не имели возможность фактически, ну, практически получить паспорт, ну, кроме очень редких исключений, да, при Никите Сергеевичу Хрущеве им было даровано право просить, ну, если они хотят, они могут получить паспорт и спокойно переехать из деревни в город. То есть, это одна составная, да, часть. Потом можно было привести факт, что при Хрущеве колхозники получали денежную оплату труда, да, то есть, а при Сталине они получали ее в трудоднях, да, то есть, в натуральной форме, причем оплата этих за трудодней, ну, была мизерна, да, и вообще не регламентирована ничем. Да, ну, или, например, что в период Хрущева снизились налоги с личных подсобных хозяйств, да, при Сталине они были выше, да, при Хрущеве на определенный период они снизились, действительно. Потом он боролся тоже с личными подсобными хозяйствами, поэтому этот факт можно использовать как, ну, выдернуть как сходство положения, так и все же различий. То же самое касается такого, ну, тезиса, вернее, не тезиса, а точки зрения, да, что было сходство внешней политики СССР в 1953-1964 году и 1964-1982, ну, условно говоря, Хрущева и Брежнева. В данном случае мы должны сформулировать хит расходства, да, например, да, что при Хрущеве и Брежневе, да, СССР стремился избежать войны с капиталистическими странами, но при этом демонстрировал силу в отношении, там, стран Варшавского договора, допустим. То есть посмотреть с разных аспектов, да, опять же, да, мы тезис формулируем таким образом, чтобы факты можно было, ну, привести действительно по одному основанию, чтобы не сравнивать политику в отношении Запада и в отношении Варшавского договора, да, то есть, а вот приводить факты Хрущева про Запад, да, о Варшавских договорах при Брежневе, да, то есть тогда получается, ну, как я это обычно говорю, да, предмет зеленый и квадратный, да, вот, как бы, а другой квадратный, да, то есть мы произвели сравнение? Нет, конечно же. И здесь основание должно быть одно, но оно должно подходить под тезис, поэтому самое очень важно научить ученика формулировать тезис, да, ну, давайте посмотрим, в частности, примеры, которые можно привести, да, в обоснование этого тезиса, что Хрущев, да, политика, так сказать, поиска компромисса с Западом, да, заключалась в подписании, например, договора о запрете ядерных испытаний, хотя, опять же, при нем был и Карибский кризис, и Берлинский кризис, да, то есть, ну, много что там было не такого уж однозначного, да, но тем не менее ученику важен привести факт, отобрать его. Брежнев заключал договор, там, ОСВ-1, ОСВ-2, ну, можно в тезис было сформулировать, что там, да, вышла борьба с ядерной угрозой, ну, с ослаблением угрозы ядерной войны, да, то есть это тоже можно. А про, естественно, демонстрация силы СССР в рамках Варшавского договора, у Хрущев у нас водил войска в Венгрию, да, то есть Брежнев у нас водил в Чехословакию, поэтому здесь, конечно, ну, такое применение силы, да, то есть можно, можно тоже обосновать. Ну, или в Афганистан, да, хоть и не Варшавский договор, но вот поэтому очень важно продумать на тезис. И 21 задание, да, еще несколько слов я должен о нем рассказать. Это задание, нацеленное на проверку умения формулировать аргументы, да, то есть для данной в задании точки зрения, при этом оно включает обязательно элемент всеобщей истории, элемент всеобщей истории, и, собственно, да, пример из демо-версии, да, то есть вот говорит о том, что в России в 17 веке и в английских колониях 18 века изменение налоговой политики вызвали недовольство населения повредили социальные выступления. Ну, и вы видите, да, что в первом случае рассказывается про соляной налог и соляной, соответственно, бот. Что касаемо колонии Англии, да, то здесь мы говорим о Гермовом сборе и, соответственно, тех возмущениях, которые он вызвал, и, соответственно, что это стало началом борьбы за независимость в североамериканских колониях. Вот если ученик формулирует аргументы, да, для России и Англии он получает 3 балла, ну, то есть оба аргумента, то если у него полноценный сформулирован один аргумент, он уже 2 балла в этом задании получает. Вот если у него только набор фактов, да, то есть, ну, которые можно, на базе которых можно сформулировать аргумент, то мы, конечно, балл 1 ставим в этом случае. Причем неважно, да, то есть нужно, чтобы и там, и там было 2 факта. Задание, вы видите, чуть улучшилось по статистическому выполнению, ну, понятно, вызывает очень много сложностей у учеников, потому что, во-первых, аргументация точки зрения сложного умения, во-вторых, конечно, элемент всеобщей истории. Но вы видите, что берутся общие процессы, да, то есть, понятное дело, что они очень широкие часто, и можно вспомнить не один факт, а несколько, хотя, конечно, разработчики иногда дают такие задания, что там только, например, особенность всеобщей истории, ну, по сути, один факт можно подобрать, но он будет какой-нибудь очень хрестоматийно. Ну, в качестве примеров, да, то есть вот то, что важно, что для задания 21 необходимо именно сформулировать полноценные аргументы. То есть, что такое аргумент, да, это факт плюс пояснительная связь, да, то есть мы видим, вот правильно Елена Анатольевна написала, да, про задание на сравнение, что мы там тоже в основном исходим от фактов, да, то есть ученик сначала пишет, что он помнит, да, то есть какие факты, и потом на базе этого уже формулирует свой тезис и свои аргументы, тезисы, вернее, ну, факты, которые подтверждают тезис. Здесь тоже самое, пример, да, мы вспоминаем факты, обязательно продемонстрировать надо, да, каким образом он вызвал, и даже эталонные ответы, да, иногда лучше на них не всегда ориентироваться, да, а пытаться как бы выстроить четко логическую связь, да, что вот, например, у нас с вами, да, что в задании церковные порядки претерпели значительные изменения, как в России, да, так и, ну, не просто написать, что Никон провел широкомасштабные реформы, да, что он конкретно изменил, что это вызвало, естественно, расколы, можно написать, да, то есть вот изменения, да, вызвало, имело какие-то серьезные грандиозные последствия. То же самое, понятно, религиозные войны Европы, реформация вызвала, да, то есть, вернее, реформация вызвала религиозные войны, да, и поэтому их решали уже и аугсбургским религиозным миром, и нанским, и диктом, то есть, но на самом деле это достаточно одного факта, да, то есть, вот, поэтому здесь не всегда важно количество, важно в том числе и качество формулировок, да, ну, давайте вот посмотрим, и очень важно прочитать, что спрашивают, да, потому что, например, формулировка «Норман и варяги оказали большое влияние на историю Руси IX и Англии XI веков», это одна формулировка, да, мы говорим о влиянии на историю, ну, на любое, по сути, а могут сформулировать, например, на формирование государственности, и тогда нужно очень, ну, здесь факт подбирать более точечно. Ну, допустим, если мы говорим о истории, то можно написать, что, да, призвали Рюрика династию появить. А если спрашивают про государственность, здесь нужно будет связывать, что вот этот следующий правитель, Олег, там, да, объединил Киев и Новгород, и это положило основание возникновения государственности, то есть, не призвали бы, да, но опять, мы согласно летописи здесь идем, и это тоже, кстати, желательно писать. Опять же, нормандское завоевание, да, Вильгельный завоеватель, ну, был Вильгельный завоеватель, да, он, а как он основал королевство-то, да, то есть, то, что он создавал единые законы, о том, что он создавал систему управления, что он провел перепись, да, то есть, для чего? Для налоговой системы, естественно, да, государственно без налогов не существует. Вот если мы такое в обосновании про государственность будем писать, то засчитают. Если мы говорим про историю России, ну, историю Англии, да, то есть, это гораздо проще. То есть, важно научить ученика читать, что его спрашивают. Вот это самая типичная потеря баллов в заданиях высокого уровня сложности, да, то есть, что ученик отвечает не на тот вопрос, не то, ну, формулирует не то, что его спрашивают, а то, что он знает, да, то, что знает он пишет, конечно, на черновике, но дальше он старается это адаптировать обязательно к условию задания. Ну, или, допустим, про 20-й век. Опять же, тоже очень много вопросов, трудностей, да, что там в СССР создаются в Нархозе, а Маузе Дун большой скачок. Казалось бы, ну, то, что покажите последствия на экономику стран, да, то есть, несложное задание, да, то есть, но здесь все равно надо знать какие-то факты, да, и прописать, что, да, реформа была, ну, в Советском Союзе, в Нархозовской неудачная, да, то есть, поэтому ее свернули, да, но надо прописать, в чем она там неудачная, да, что там темпы роста падают, продолжают падать, что там перебои со снабжением в 62-м году были и так далее, да, то есть, что, ну, тут связь скусь сделать. А для Китая, ну, понятное дело, опять же, что выплавляли чугун, допустим, да, то есть, или там с чем-нибудь еще, да, воролись воробьями, например, да, то есть, ну, и это, естественно, привело к кризису сельского хозяйства, да, к снижению уровня жизни, да, то есть, опять же, надо экономические последствия, да, что темпы роста, опять промышленность снизилась, и вот если это будет написано через факты поданы, то и эксперты понимают, что это под условия подходит, то мы, соответственно, бал, естественно, встали. Вот, ну, примеры и ответов я тоже привел, да, то есть, для того, чтобы вы могли пользоваться, да, то есть, этим. Где можно найти задания, да, подобного плана, чтобы работать с ними, с учениками? Понятное дело, что есть пособие 30 тренировочных вариантов, и там, собственно, практически все задания я привел оттуда, да, из 30 тренировочных вариантов. Очень хороший тематический тренинг, и можно им пользоваться, удобно, там есть разные абсолютно задания по каждому разделу, хронологически выстроены, поэтому, конечно, я, ну, крайне рекомендую. Также в издательстве, да, ну, в этом году у нас весной выйдет книжка обновленная с заданием «Высокого уровня сложности», туда добавят вот это задание на причину и следственной связи, но можно найти и старый вариант, да, и там, собственно, три модели есть, и их можно, ну, из четырех использовать, и в учебном процессе в том числе, да, там есть списки понятий, например, по эпохам, можно проводить словарные диктанты, да, то есть и так далее, и так далее. Дальше, картографический практикум, да, то есть, ну, вот это, конечно, самое популярное пособие, помимо 30 вариантов и тематического тренинга, да, позволяет отработать умение работать с картой, ну, на 100%. Да, ну, работа с иллюстративным материалом, у кого западает, можно использовать наши пособия вместе с Петром Афанасьевичем Шакова написанное. Это вот, что касаемо ЕГЭ. Ну, вышла тоже у нас анализ исторического источника, можно использовать, причем там не только вторая часть развернутая, но и первая часть отрабатывается. Николай Иванович Крамеров, Николай Николаевич Крамеров опубликовал большой справочник, это такое теоретическое пособие. карманный справочник для ученика, конечно, да, то есть, это такое, ну, быстрое повторение, да, основного материала, дат, понятий, да, то есть, это очень полезно. Конечно, пособие можно найти, остатки были, да, это развитие российской культуры, это справочник по всеобщей истории, причем он содержит в себе не только теорию, но и практику, но и практику, поэтому, конечно, можно ими пользоваться, и в учебный процесс включать основной школы, да, то есть, это всегда, ну, будет возможно. Очень активно, да, уже не так много осталось экземпляров, поэтому, если вы приобретете, то, наверное, это будет хорошо, да, это учебник для ЕГЭ именно, понятно, есть государственный учебник, но там заданий ЕГЭ не так много формата, да, экзамена, а здесь как раз для повторения, для, он содержит не только 20 век, но и с древности, да, до 20 века, такое справочное пособие, содержащие в себе и теорию, и тематические тесты каждому параграфу и каждой главе, то есть, это позволяет, ну, отработать и подготовиться к экзамену, да, то есть, в частной практике, на элективных курсах, это, конечно, можно найти и заказать, очень бюджетный вариант. Что касаемо ОГЭ по истории, понимаю, что не самый популярный, да, экзамен, но тем не менее, там тоже есть 30 тренировочных вариантов и тематический тренинг, вы можете приобрести даже тот же тематический тренинг и использовать его в шестом классе, в седьмом классе, задания из него, да, в восьмом классе для составления своих тестов, контрольных работ различного формата, да, потому что мы понимаем, что задания типа, они одни и те же, да, то есть, они там тематически разложены, и можно их использовать. ВПРы, да, то есть, мы понимаем, что весной будет тоже ВПРы, пособия в следующем, весной не будут перерабатываться в плане, потому что не меняется демо-версия, да, то есть, она будет ровно такая же, какая была в прошлом учебном году. Именно поэтому мы, можно пользоваться спокойно книгами, да, то есть, то, что они там на обложке, может написано быть 23-й год, это не должно совершенно пугать, да, потому что варианты не одни и те же. С пятого по восьмой класс линейка выстроена. Обратите внимание, коллеги, на это, да, поэтому у всех, кого в регионах, где проводится ВПР, да, по истории, кому выпало, да, можно подготовиться, там 10 вариантов подготовить именно типы заданий некоторые, потому что там есть нюансы. Дальше. Основной государственный экзамен по обществу ознаний. Популярная тема, очень популярная, и здесь вы видите, у нас есть и тематический тренинг, Ольга Александровна Чернышова написала, и 30 тренировочных вариантов, которые они тоже составили, да, можно пользоваться, готовить к экзамену, да, то есть, ну, как видеть ошибки и, соответственно, отрабатывать их. Есть много дополнительных пособий, да, то есть это и тематическая тетрадь, и в таблицах и схемах, кстати, по ОГЭ очень сейчас востребованное пособие. Мы с Ириной Владимировной Крутовой составляли, да, и, соответственно, сейчас можно повторить весь основной материал и, ну, отработать, соответственно, с практику заданий. Вот теоретически, конечно, я бы очень рекомендовал это пособие, именно вот то, что справа сверху, да, в таблицах и схемах. ЕГЭ, общество знания, да, у нас с вами та же самая концепция, есть тематический тренинг, есть 30 тренировочных вариантов, ну, а дальше, собственно, есть разные наборы, да, там и работа с текстом, и карманный справочник, и работа с заданием с планом, и большой справочник, но, конечно, я бы обратил внимание, опять же, на пособие которое снизу справа, да, это ЕГЭ в таблицах и схемах, да, то есть, тоже сейчас как раз уже январь заканчивается, февраль, март, апрель, повторить, да, основные содержательные единицы, отработать их с заданиями с помощью практических пособий и выйти успешно на экзамен, да, то есть, ну, можно посмотреть наш онлайн-магазин, ну, или на других площадках тоже можно найти наши пособия. ВПР по обществознанию тоже шестой, седьмой, восьмой класс, да, то есть, коллеги, обратите внимание, есть по 10, а в шестом классе аж 15 тренировочных вариантов, ну, и такой небольшой справочник для повторения тоже имеется. Мы приглашаем, да, и Ирина Владимировна Крупова проводит вебинары для коллег, и Ольга Александровна Чернышова проводит, да, и по другим предметам наши коллеги проводят, приглашайте математиков, учли русского, физики, химии, биологии, они всегда не только получат рекламу, да, но и конкретный методический материал, советы, да, то есть, где и что, как улучшить результаты наших обучающихся на экзаменах. Ну, и, собственно, для тех, кто дослушал, да, можно получить скидку 30% на все пособия по истории обществознанию до 25 января включительно, введя промокод в интернет-магазине издательства «Любьем», «История-24-ЕГЭК». Ну, собственно, я закончил, теперь я готов ответить на вопросы, которые возникли у коллег. Роман Викторович, большое вам спасибо за содержательный вебинар, я согласна с отзывами наших коллег в чате, которые оценили вашу работу на отлично, как всегда. Я что-то пропустила, ответили ли вы на вопросы, а можно как факт использовать, при ком произошло событие, ну, например, про сессионных, посессионных крестьян, что эта категория была введена при Петре Первом. Я что-то пропустила, ответили ли вы на вопрос, а можно как факт использовать, при ком произошло событие, ну, например, про сессионных, посессионных крестьян, что эта категория была введена при Петре Первом. Если в определении ученик дал так, что не повторяется, то можно, например, написать, что категория была введена, если мы говорим о определении, либо конкретный год, либо начало 18 века, в первой четверти 18 века, а в факте написать, что ввел Петр I своим указом, то это принимается экспертами как факт. Это можно. Есть разные пути хитрости у ученика, поэтому они могут быть по-разному сформулированы, то есть проверяется, четко соответствует условию задания. Если соответствует, то почему балл не поставить? Роман Викторович, смотрите, какой интересный отзыв в чате от Ольги Ивановны. Пособиями и учебниками по истории пользуемся постоянно. Сборник 30 тренировочных материалов, вариантов разорвали на части, по вариантам сканируем, решаем. Очень приятно, что вы так тщательно работаете, коллеги. Ну, я думаю, что результат не заставит тебя ждать, и на экзамене ученики получат максимум своего возможного балла. Вот здесь еще интересуется, можно ли будет посмотреть видео. Да, конечно, и скачать презентацию можно будет. Ирина Петровна Потехина интересуется, будут ли новинки для подготовки к ЕГЭ по истории. Ирина Петровна, сейчас смысла выпускать новинки нет, потому что год уже подходит к своему логическому завершению, учебный год. А вот к новому учебному сезону мы, конечно, обязательно они будут. Да, Роман Викторович? Нет, потому что год уже подходит к своему логическому завершению, учебный год. А вот к новому учебному сезону мы, конечно, обязательно они будут. Да, Роман Викторович? Они будут, в любом случае, какие-то выйдут даже, я думаю, весной, и учитель уже сможет использовать, но какие-то выйдут летом, какие-то осенью. То есть там много обновлений у нас планируется, но просто не всегда мы успеваем так быстро это все сделать, как хотелось бы нам. Вот просьба, можно ли провести вебинар по современной истории России? Вот просьба, можно ли провести вебинар по современной истории России? Я увидел это, я подумал, но здесь тоже надо понимать, что много нюансов есть, которые необходимо отразить. Приняли в проработку, то есть я думаю, что как-то мы сможем провести. Роман Викторович, ну больше вопросов я не вижу, большое вам спасибо за встречу. Это не последняя коллегия, записывайтесь на наши следующие вебинары, ближайшие по обществу знаний, ну а мы вас, Роман Викторович, отпускаем. Еще раз благодарю вас. Всем спасибо, коллеги, за работу, всем крепкого здоровья и ждем на следующих вебинарах. Ну что ж, уважаемые участники, наш вебинар завершен.